Так, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Санчетфу, и мы начинаем прохождение нового мода под названием Золотой обоз. Я не помню, прошел я первую часть или нет до конца, но этот мы с вами постараемся пройти, ну или хотя бы сделать первый взгляд, если прям всё будет настолько плохо. Ну что ж, давайте начинать, тут я не буду... Тут, в общем, мы будем играть на мастере. Ну что ж, поехали! Ну как, оклемался? Да, вроде. Ух, башка гудит, где я? У меня в хижине, вообще это рыжий лес, но я его егерь, если это так можно назвать. Значит, я таки добрался до леса, а где моя снаряга? Так, ты сюда специально шел? Мачете с своими орлами после выброса нашли... Нашли тебя возле заброшенного танка на севере леса. Ты рядом с одной из пещерок лежал, там обычно монстров немерено. А тебе повезло, они, наверное, на время выброса в норы позабились. Тебя подобрали, но снаряги при тебе не было. Повезло, значит. Я сюда зато нашел. Помню уже к пещере, которую вражелез должна была вести. Подошел, а тут как грянуло, ну я бегом внутрь. Думал, все, спрятался. А не тут-то было. Трясло как снаружи. Потом начал отключаться, в глазах темнело. Ноги начали подкашиваться. Потом провал. Вот, очутился тут. Да, повезло тебе. На Затоне сейчас полная... Жопа, я так понимаю. А как же те, кто были на Затоне, погибли? Нет, конечно. С неделю назад на базу Долга на агропроме заходила группа сталкеров. Называлась Диггерами. Они рассказали про события на Затоне. Про выброс. Про то, как они вместе со сталкерами из Казовска и с Чистонебовцами валили с Затона. Мне Аскольд, командир Долгасов, что тут лагерь разбили, рассказывал. Да, везучий ты. Как неделю? Это ж столько... Сколько ж я тут провалялся? И где я могу найти мачете? Хотелось бы благодарить его за спасение. И что за долг? Простите, друзья. Да уже вторую неделю тут отдыхаешь. Думал, копыта скинешь. А нет, живучий. Мачете своими возле аномалии Симбионт. Я тебя отмечу в ПДА, где его искать. А ты что, про Долг и Свободу не знаешь? Нет, я в Зоне недавно. Понятно. Долг и Свобода это две враждующие группировки. По отдельности вроде нормальные ребята и там и там. А как сойдутся, смотреть противно. Мой тебе совет. Не ввязывайся в их войну. Лучше нейтралитет соблюдай. Слушай, что-то мы с тобой разговорились. А как тебя звать-то, я и не знаю. Меня лесником ключут. Меня сифом. Скифом, сифом. Скажи лесник, где тут шахты? А зачем тебе в шахты? Добывать уже там нечего. Хе-хе. Очень нужно. Но не хочешь говорить? Не надо. Просто, может быть, смог бы подсобить. Ищу я там кое-что. И что же? Клад. Да, и артефакты искали. И целебные аномалии. И еще всякую ерундень. И клад. А клад еще нет. А ты с чего взял, что он там есть? Да не бойся ты. Мне уже 81 год пошел. Куда мне, как горному козлу, по вашим кладам бегать? А если боишься, что растерплю кому? Так не боись. Я секреты хранить умею. Да, борода рассказывал. Точнее, так получилось, что ему пришлось рассказать. После небольших поисков удалось выяснить, что клад в шахтах. А борода сказал, что шахты только в рыжем лесу. Вот я и здесь. Борода, говоришь? А, в шахты сейчас и не суйся. Там группировка грех обосновалась. Полумутанты, полулюди. Если полезешь, туда пристрелят. А что, никак нельзя договориться, чтобы они пропустили? С ними не договоришься. Хотя, слышал я байку, что грешники эти обидели чем-то зону. За что она их и наказала. Теперь хотят они попросить у зоны прощения. И для этого им надо артефакт сердца саркофага. Раньше они искали его, ходили по зоне. Но другие группировки при виде их хватали за стволы. Много грешников полегло. Вот они и засели в шахтах. Всех, кто к ним подходит, убивают. Так я к чему? Если найду этот артефакт, то они, возможно, пустят тебя к себе на базу. Так это же байка. Знаешь, в зоне каждая байка основана на правде. Но решать тебе. И где мне искать этот артефакт? Я так понимаю, найти его в обычной... Не найти его в обычной аномалии. Никто не знает, где его искать. Говорят, он постоянно перемещается по зоне. Поэтому его не может найти никто. Но, думаю, найти его все же можно. Тебе нужно пообщаться на эту тему с старожилами зоны. Барменом Сидоровичем, профессором Сахаровым. Первые два барыги и хитрозадые мошенники. Но за неимением стационарных магазинов... Друзья, простите, что-то немножечко не очень я. Ладно, что-то я сегодня плохо читаю. Все в основном покупают, продают у них. Кто-то... Они точно что-то знают. А профессор Сахаров, ученый, очень умный и образованный человек. Много чего изучил, много чего видел. Так что он тебе тоже помочь может. Но есть большое но. Сейчас в рабочем состоянии только одна дорога из рыжего леса. На юг зоны дорога на Янтарь. Но она выводит прямо к заводу. А там сейчас излучения, мама не горюй, и зомбированных много. Без защиты никак. И что же делать? Ну, безвыходной ситуации не бывает. Возле речки сейчас лагерь сталкеров. Их старший бес давно уже тут пытается решить этот вопрос. Они с Сахаром много вариантов перебрали. Вроде что-то даже придумали. Ты сходи к нему, скажи, что от меня. Он будет только рад помощи. Я тебе отмечу, где его искать. Ясно. Я побежал. Стой. Резкий как... Так куда ты голый-то собрался? Рыжий лес, это тебе не курорт. Возьми мою старенькую, но рабочую двухстволочку. И патроны к ней пригодятся. И повнимательнее тут. И аномалии мутантов на каждом шамгу немерено. Да и лопату возьми. Вон она в уголке стоит. Кладоискатель. Хе-хе. Может тебе помощь какая нужна? Да что мне старому может быть нужно? Хотя, раз уж сам предложил, уже осень подкрадывается. Холодать будет. Греть спину нечем. Мне бы хвост псевдопса. Да не вопрос. А где тут песики водятся? Они обычно у восточных ворот ошибаются. Вот еще тебе патрон. Псы эти живучие гады. И флягу вот возьми. Можешь вон из бочки воды набирать, если чего. Ты под лестницей мешок с картошкой лежит. Можешь взять, если поглодаешься. До встречи. Интересно. Так, фонарик на какую кнопку в Салкере? Л. Водочки много. Ух ты, е-мая, фпс. Фпс. Что-то фпс. Фпс хочет сказать мне, играй на статике. Но я не хочу пока. Если будет прям сильно фридить, то конечно же буду. Но куда денешься-то? В какой бочке? Видимо... А, вот с этой бочки, я так понимаю. Видимо сейчас, друзья, мы не будем с вами заниматься ерундой. И перейдем быстренько на статику. Ну, друзья, фпс все равно дропается, но... Ладно. Ничего. Арнольд, сталкер, подходи, поговорим. Чуть по дже поговорим. Мне нужно мешок с картошкой взять. 50 в картошке, 10 килограмм. Ну, блин, прям... Могу объесться просто. Что с текстурами происходит, непонятно. Ладно. Так. Давайте посмотрим, что у нас за задание. Ой, видите, как мышка дергается? Ну, ладно. Хвост псеводопса. Ух ты, ешкин, матрешкин. Глотой босс. Найти клад. Понятно, это стандартное задание. Найти клад, про который рассказывала Борода. Сердце саркофага. Поговорить с Сахаровым. Узнать у профессора Сахарова про артефакт сердца саркофага. Сердце саркофага. Найти артефакт. Найти артефакт саркофага. Сердце саркофага. Получить информацию у Бармана. Узнать у Бармана, что ему известно. Об артефакте сердца саркофага. Сердце саркофага. Получить информацию об артефакте у Сидоровича. Узнать у Сидоровича информацию об артефакте сердца саркофага. Новый какой-то значок. Спаситель. Поблагодарить Мачете. Мачете своей группой нашел вас без сознания в опаснейшем месте рыжего леса. Если бы не он, то вы могли бы стать ужином для мутантов. Нужно поблагодарить его за спасенную жизнь. Обязательно. Деловой разговор. Разговор. Поговорите с бесом. Так. Поговорите с бесом про отключение излучателя на интере. Просьба лесника найти хвост. Понятно. Так. Хорошо. Давайте поставим для начала... Поблагодарим. Мачете. Я понял, из-за чего эта проблема. Друзья, во-первых, давайте сейчас ее решим, скорее всего. Это из-за новой травы, я так понимаю. Потому что там в настройках была галочка. Плотность травы нахер вообще. Уберем. В общем, друзья, сейчас я сделаю одно дело. Я переустановлю игру и уберу новую траву и новые деревья. Оставлю все по-стандартному и все у нас будет хорошо. Встретимся с вами через секундочку. Вот, друзья, все стало гораздо, гораздо, гораздо лучше. Вот как убрали траву, видите, как все стало прям идеально. Теперь нужно плотность повысить ее, потому что в прошлый раз я уменьшал это дело. Теперь можно хотя бы вот так поставить. То есть никаких тормозов. Все прекрасно, все замечательно. Так, что у нас здесь имеется? Лидер. Давайте к нему сходим. Мы также не прочитали про картошку. Ну, понятно, что про картошку можно прочитать. Только где она, простите? В смысле, я не взял картошку? Я загрузил то же самое сохранение, друзья. Я не новая. Картошечку я не взял. Да, не взял картошечку. Теперь взял. Ну, что же про картошку у нас написано? Сырая картошка. Замечательно. Сырую мы кушать не будем. Ее надо пожарить на костре, я думаю. Ну, по крайней мере, я так думаю. Не знаю, так ли это. Лидер. Что ж ты нам скажешь? И нужно обязательно сделать сохранение, потому что я уже привык к тому, что я постоянно делаю сохранение через консоль и уже по-другому просто не могу, друзья. Поэтому тем, кому это не нравится, уж простите. Лидер. Ты со мной будешь разговаривать? Здравствуй. Здоров, чего звал? Здоров, я Скольт, командир сквадов дома. Долго в Рыжем Лесу. Очень приятно. Скиф. Скиф, хотел тебе предложить в лицо в ряды долга. Только мы можем защитить мир о надвигающейся опасности. Спасибо, конечно, но я одиночка и предпочитаю не вступать в группировки. Что ж, твое право. Не хочу тебя предупредить, но хочу тебя предупредить. Берегись анархистов свободы, они несут опасность. Спасибо за работу, я учту. Пока. Хм, сразу нас хотели в группировку взять. Почему бы я не думал, что долг настолько просто могут взять кого-то в группировку. Так. Костер мы можем тебя использовать? Да. Печь картошку. Давайте всю картошку сразу сделаем. Сколько у нас картошки? Печеные теперь. 50. Вот. Теперь она хотя бы из себя что-то представляет. Хорошо. Так, что у нас тут еще имеется? А больше ничего не имеется. Жарить сало у нас нету, разогреть консерву. Всего этого у нас нету. Так. Псевдопса. Видимо, нам нужно самым поискать в лесу. Давайте мачете сходим, поблагодарим. То есть тут не особо далеко, но рыжий лес это опасное место, особенно на максимальной сложности. Поэтому, думаю, будет интересно. Вообще, я лучше в рыжем лесу все-таки фонарик взять в руки. Фонарик, блин, болт. Фонарик в руки взять тоже можно, конечно, но... Так. Не люблю, когда вот такой багается. Надо вот, чтобы она показывалась именно, потому что... Я уже не помню, как себя вести в рыжем лесу, особенно в новом рыжем лесу. Мы постараемся. Мы очень быстро бегаем. Это и есть хорошо, и есть нехорошо. Можно очень хорошо влететь в аномалию. Очень быстро влететь в аномалию. Сколько у нас патронов? 50 патронов к дробовику. Фризики маленькие есть, но мы не будем на них внимание обращать, друзья. Это не то, что было до этого. Это совсем не то, что было до этого. Так. Мне вот еще интересно... Как вот... Ну, то есть... Что-то я хотел сказать, друзья. Забыл мысль. Бывает такое. По аномалиям где-то близко. Детектора у нас пока нет, поэтому нам приходится тупо бегать мимо аномалий. Может, где бы мы нашли артефакт, но... Но не судьба, видимо. Так понимаю, они находятся где-то тут. Ну да, скорее всего, где-то тут. Помню я это место. Интересно, сколько у нас выносливостей? Я помню, во всех модах у меня была проблема с тем, что постоянно кончалась выносливость. Постоянно просто. О, Мачете. Спасибо тебе за помощь. Я сейчас тебе скажу. Мачете, приветствую. Привет, ты Мачете? Одна... Он самый. Спасибо, я теперь в долгу перед тобой. Как тебя звать? Скиф. Послушай, Скиф. Это зона. Сегодня я помог, завтра мне потребуется помощь. Тут без взаимовыручки никак. Так что не парься. Доложи кому... кому-то что... что-то в долге. А... Что? Да, а, должны кому-то что-то в долге. Может, я как-то тебя отблагодарить смогу? Я же сказал, не надо ничего. Ну ладно, как знаешь. Еще раз спасибо. Если бы не ты... Все, хватит этих... Спасибо. Нужно будет... Еще что-то обращайся. Пока. Хорошо. Это мы и сделали. Мужик с Фенкой стоит у нас тут. Я не помню, как пишется fofotac или fofotac. 90. Нет, такой команды здесь нет. Так, теперь нам нужно говорить с бесом. Что у нас еще есть? Ну да, только с бесом. Давайте поговорим с бесом. Вот не люблю, когда задания не подсвечиваются. Надо заново на них кликать. Так. Вход у нас где? Я что-то как-то подзабыл. Ну, в начале потерять вход это, конечно, можно, но не нужно. Только я так могу, друзья. Никто так не может, только я. Можно просто по карте, конечно, посмотреть и не тупить более. Тут даже пометка на тоннель есть. А я тут бегаю кругами. Вот лол. Просто лол. Так. Что-то я как-то вообще не знаю. Что-то я запутался. Запутался я. Вот он, тоннель же, да? Да-да-да, вот он. Хорошо. Хорошо. Так. И надеюсь, по пути мы сможем встретить какую-нибудь псевдособаку, чтобы... Ладно. Чтобы ее застрелить и отдать леснику хвостик. Было бы вообще неплохо. Дробовик, хорошая модель у дробовика. Мне прям нравится. Не знаю, зачем я про это говорю, но просто люди должны знать, что... Мне вот нравится моды, я уже не раз вам говорил, в которых модель оружия хорошо сделана. То есть, это... Приятно оружие в руках держать, какой бы оно там урон не имело и так далее. То есть, ты его смотришь не по характеристикам, а по виду, допустим, а это очень круто. Потому что в основном приходится, когда оружие не имеет крутой модели, просто по характеристикам выбираешь какое-нибудь, любое, и все. А тут, когда оно имеет хорошую модель, просто с ним хочется ходить. Сколько бы оно не наносило урона. Вот. Бегаю я, конечно, как чумачечий. Что-то тут искрит, искрит. Опа, нифига себе. Какая штука. Так, ты у нас вверху, я так понимаю, да, находишься? Да. Нет, видимо, не вверху. Видимо, внизу как раз. Да, ты у нас находишься внизу. Ты оружие-то, опусти, мужик. Ух ты, ё-моё, а прыгать-то не надо. Нифига, даже с какой пушкой. Здорово, брат. Здравствуй, бес. Я от лесника по поводу дороги на юг зоны. Здорово. Ты, видимо, скиф, мне сообщил о тебе лесник. В общем, Петруша такая. Профессор Сахаров провел кое-какие исследования, и выяснил, что искусственная пси-установка, что это искусственная пси-установка, а значит, её можно на время заглушить. Но для этого нужен очень, для этого нужна, нужен очень мощная радиоволна, то есть нужна очень мощная радиоволна, которую заглушит излучатель. Профессор описал мне принцип действия глушилки. Я такую собрать смогу. Раньше увлекался радиотехникой, но для создания глушилки мне нужны детали. Как я понимаю, все проблемы в отсутствии деталей. Скорее, в отсутствии добровольцев. Где можно поискать детали, я знаю. Недалеко отсюда расположен город Лиманск. На севере города находится научно-исследовательский институт, радиоволна, вернее, то, что от него осталось. Там-то точно что-нибудь есть. Так в чем проблема? Давай я схожу. Город кишит мутантами, а в северной части города под контролем монолита. Северная часть города под контролем монолита. Кого? Это группировка фанатиков, которые стреляют во все, что движется, кроме своих братьев. Так они друг друга называют. Ну, знаешь, если дело того стоит, а оно того стоит, то и рискнуть не грех. Риск должен быть обдуманным. Идти нужно через весь город, а то, что будешь через толпу мутантов-фанатиков и свитера с двухстволкой, не прикалывайся. Да, уже и самый матерый сталкер не рискнул бы так. Сначала тебе сначала по снарягу рожиться, хотя бы броникам. Что предлагаешь? У нас броников нет. Можно просить у долгов, но не факт, что дадут. Поговори с Аскольдом. Он вроде мужик нормальный, только помешанный на своем долге всему миру может попросить что-то взамен, но это дело обычное. Так что за так мало кто поможет. Это для меня не новость. Ладно, поговорю со Аскольдом. Так, фига у тебя тут всего. Фига себе просто. Ой, я разжился сразу обмундированием. работа с метками, денежная операция. А, это перевести в наличные, да, прикольно. Так, мне нужно спрятаться от выброса. Я думаю, в тоннеле можно спрятаться, если тут бомб никаких нет, то спрятаться от выброса мы сможем в тоннеле. Или аномалий каких-нибудь жестких. да, тут просто сталкеры сидят. Хорошо. Что у вас есть? Может быть, я вам смогу что-нибудь продать? У меня есть одна тушенка, водичка, все такое. Пока я не буду ничего вам отдавать. давайте порыскаем пока. Пока идет выброс. Потому что писалось, что здесь есть новые тайнички и найти укрытие. То есть укрытие только здесь. Видимо, не порыщимы. С вами, ну ладно. Опа. Это что ж такое у нас? Упаковка конденсаторов. Упаковка конденсаторов, которые сами по себе и так жидкие в зоне. Но заявлена на них детальная емкость настолько высока, что трудно представить их предназначение. Хорошо. Все-таки что-то донашли. Это уже хорошо. И то, что мы приседаем вот так вот, мне тоже нравится. Можно под машину залезть и сидеть там. Тут ничего нигде не лежит. Друзья, кстати, хотел сказать, решил привыкать к Сенсе 400. Сейчас, конечно, не 400, сейчас 600 стоит. Но, блин, сложно, конечно, привыкнуть, когда не играл раньше на такой Сенсе. Но это того стоит определенно. Потому что точность реально возрастает. Я хочу пить, видимо. Значок появился. Но чуть-чуть попозже попьем. Жить-охота, но сколько ты? Ой, 100 рублей, да, что такое 100 рублей? А сколько наша штука стоит? 20 рублей. Она, видимо, нам понадобится для чего-то другого. Давайте тушеночку разогреем. Вот не тушеночку у нас, а это сардины, да, ну, сардины разогреть не получится. Сальса у нас нет? Нет сальса. Пить я пока не буду, когда уж прям красная станет, тогда попьем. Пока лучше не выходить, потому что если случайно выйти из зоны, нас сразу, наверное, прибьет выбросом. Поэтому лучше я не буду пытаться это делать. Друг, тут что еще заныкано? Все, хорошо. Выброс, слава богу, закончился. Это супер хорошо. Ну, пока все неплохо. Я не помню, прошел я этот мод или нет. Вроде как я, да, должен был его пройти. Точно не могу сказать. Это вы должны знать на канале. Я столько уже всяких модов прошел, что половину из них я просто не помню уже. Так. Не, лучше тут я возьму болтик, потому что, ну, нафиг. Умереть можно моментально от какой-нибудь аномалии, наверное. Поэтому лучше как-нибудь обезопасим себе путь и чисто болтиком прощупаем все потихонечку, помаленечку, но добежим туда, куда нам нужно. Еще хвост псевдо найти. это надо побегать будет и найти хвост, реально, потому что я хочу пройти половину, хотя бы как минимум половину заданий в этом моде. побочных, я имею ввиду. Что у нас тут? Аномалия, лесник, все хорошо. Так, а сколь? Здорово. Здравствуй. И снова здравствуй. Здравствуй. Надумал к нам присоединиться? Решил защитить я по делу. По какому? Мне нужен броня. Говорят, у долга очень даже ничего защита. Ты бы полегче попросил. Что, вообще нету? Ладно, придется в Лиманск голым идти. Зачем тебе в Лиманск? Там могут быть радиодетали. Они нужны бесу для сбора глушилки, чтобы пробраться на янтарь. Даже так? Ну, раз тебе для дела, я, кстати, тоже заинтересован в успешном финале. Я хочу, чтобы ты вернулся живым и невырядимым возле Манска и смог перебраться на янтарь и отключить излучатель окончательно, отощитив сталкеров от пагубного воздействия пси-излучения и сохранив множество жизней. Так, ты дашь броник или нет? Да, но извини, за так не могу. Выполни пару моих небольших поручений и я дам тебе все, что ты просишь. Ну, для начала, нужно уничтожить сквад мутантов в плоти. Может, пару кабанчиков с ними будет. Задой кости разомнешь. Метку я поставил. Пока. Слушаю тебя. Хорошо. Не думаю, что это будет сложно. Так, далеко? Ну, не маловато. А, это у нас место обитания псевдопсов есть. Значит, мы, друзья, с вами пройдем сегодня все задания. Но не сегодня, может быть, за вторую серию. Но пройдем. Так, лучше все-таки оболт возьму. Мне болтом безопаснее, друзья. Вот сейчас бы аномалию попал. Я не знаю, как я проскипал сейчас, но как-то получилось. Псевдопсы, я представляю, насколько они сложные здесь. Опа, я слышал уже кого-то. Так, давайте на новое сохранимся. Сбоку аномалии у нас. Я бы хотел, чтобы болты были ограниченными. То есть, чтобы их, допустим, нужно было покупать, потому что бесконечные болты это не очень хорошо. Здорово. Ваншот. Хорошо. Ладно, сама себя. Куда? Куда? Паблюк. Паблюк. Так, хорошо. Так, Так, у нас теперь есть части мутантов некоторых. Копыта габана всякие там. Теперь мы давайте к псам сходим, потому что они тут не особо далеко и пёсиков попробуем завалить с вами. Хотя бы одного. Нам нужно хвостик, поэтому нам бы одного завалить было бы идеально. пора бы сохраниться, я думаю. Мы уже близко. Но я думаю, это будет крайне сложно сейчас. Всё-таки. У нас только дробовик, у него два патрона. В обоиме, если можно назвать это обоим. О! Слышу уже. Иди сюда. Ё-моё. Быстро. Много, много они дамажат. Очень много. Люблю моды, в которых загрузка представляет из себя 10-секундная. Ой. Ну, то есть не имеет вообще времени, то есть инстант-загрузка. Иди сюда. Иди сюда. Ух ты, ё-моё. Так, хорошо, чуть-чуть отойдём. Как-то я сейчас не очень точно стрельнул. Ни хера не видно их. Кровотечение. Надо бинтик проюзать. Где тут? Да ладно, чего я на них трачу-то дробовик. А, ну, тоже вариант на самом деле. Где-то там бегают эти ещё шавки. Так. Нам всё равно в одно место возвращаться, поэтому это идеально. То есть и к леснику забежим. Так, где мы находимся? Ну, правильно, нам вбок, вбок бежать. Итак, мы добежим до нужного нам места. Ну, конечно, к этой сенсии нужно привыкать, друзья. Я только второй день с ней играю, поэтому крайне сложно привыкнуть, когда играл раньше на 2 400, а сейчас на 600. Как бы такое, знаете, когда привык, что чуть-чуть двинул мышкой и всё, и у тебя там 10 кругов вокруг своя оси сделала, а тут мышку надо постал ёрзать как сумасшедшим. Надо привыкать, потому что это многое даст на самом деле. Ну что? Привет, брат! Мутанты уничтожены. Я в тебе и не сомневался. Теперь следующее задание. При определенных обстоятельствах я узнал, что рядом с тоннелем, который ведет к аномалии симбионит, либо внутри его спрятан тайник, в котором важные для долга документы. Я послал своих ребят, но они ничего не нашли. поищи ты, спаси. Отдачу понял. Уже иду. Хорошо. Слушаю тебя. Начало мы к леснику сходим. Не люблю задание по тайникам, но что уж поделаешь, придется. Ну что, на тебе хвост. О, у тебя тут... Я принес хвост. Хвост, спасибо, выручил старика. Получены координаты тайника. Ну что, хвост реально согревает? Он не только согревает, но и помогает от боли в пояснице. Да. Еще можно приготовить мазь из мухоморов, водки, еще кое-чего. Тоже боль снимает. Что, частянка болит? Да, так, время от времени. Вот в последнее время что-то побаливает, а мухоморы как надо закончились. Так давай я принесу, где искать? Вот спасибо, мухоморы везде растут, но тут особый подвид нужен. Внешне вроде разницы нет, но в деле есть. Ищи в районе тайник танка. Северный аномалий симбионит. Там, где тебя нашли. Только снорки живут в этом месте. Будь аккуратен, три мухомора вполне хватит. Вот дробь себе в дорожку. Понял, буду осторожен. Прикольно, за грибочками можно еще пойти. Это что у нас? А, лопата, да, мы же лопату должны были. Давайте попьем, у нас же есть фляжка, которая набирается. Мы опять набрали фляжечку в воду. Тойники прямо здесь все что ли? все маркеры тайников здесь? Они наверху, наверное, да? Ну, я как понимаю. Точнее, как я понимаю. Не я как понимаю. Звучит странно. Сейчас мы залезем тогда наверх. Тут как бы не особо сложно это из чистого неба место, то, что я думаю. вон, эти есть. Я не помню, можно ли понять, а вот, лестница? Тут всегда была лестница или я упорываюсь уже. По жесткому. Не знаю, я. Не помню, чтоб тут лестницы были, если честно. Чтоб все настолько просто было. То я понял, прыгать надо было, как чумочечим. Я-то тут тайник. Это пистолетик у нас. Шо? Пистолетик мы нашли. Шо? Дальше. Дальше у нас, видимо, где-то вот тут тайник, да? Надо смотреть везде, потому что он может быть где угодно. Ой. вот тут у нас тушеночки, да-да-да. Шо? И еще один где-то вот тут находится у нас. Я так понимаю, он находится в здании у нас, скорее всего. Еда, еда никогда не помешает, друзья. Чем больше у нас еды, тем больше мы будем жить. Но это тайником не является. В туалете, что ли? В бачке? Да неужели? А да, вон там что-то лежит. Не просто тут такой прыжок сделан, поэтому, я думаю, сейчас я запрыгну на толчок с таким прыжком, потом смогу куда-нибудь еще запрыгнуть, но не люблю такое, не люблю, но тут определенно что-то лежит, как вы помните. Я уже, кажется, взял то, что там лежало. Там что-то синенькое лежало. Нет, не взял. Будем прыгать дальше. А, может быть. Антипохмелин. Почему я не могу его взять? Сейчас. Все сделаем. Просто надо момент нажать успеть. Как я вот так же вставал туда, нужно успеть так же встать. Сначала вот так, потом отойти вот сюда. О, теперь могу. О, хорошо. Что же у нас антипохмелин делает? Похмелье. Незаменимый прорат после введения радиации. Спасает от похмельного синдрома и головной боли. Время действия 10 сек. У нас тут, кстати, улучшиться же можно. Вроде. Лесник у нас апгрейдит. Что ты можешь замгрейдить мне? Винтовочку можешь? Можешь, конечно. Только толку. Недостаточно денег. Да, у меня 100 рублей, конечно же. Что же я сделаю? Давайте посмотрим, где у нас мухоморы находятся. Они у нас находятся, я так понимаю, где-то танк у нас. Вот танк. Они вот там вот у нас находятся. То есть далеко до них бежать, конечно, но по сути нам туда и надо. То есть у нас аномалия где вот эта находится? Вот она находится где-то тут. То есть мне нужно в районе вот этого как раз искать где-то во-первых, что мне там нужно найти еще раз? Тайник. Ну блин, это такое занятие. Не люблю, когда приходится искать чьи-то тайники. Это не очень хорошо. Но давайте до рутрица поспим. Не хочу ночью идти. Потому что ну нафиг. Ночью можно на жопу приключений себе найти. Каких-нибудь там кровососов проснуться. Ух ты, ёшкин матрёшкин. Я и кушать захотел, и пить захотел. Сейчас пойдем флягу набирать, потому что что-то мы всего захотели резко. Ну тут, кстати, как вы видите, система сделана неплохая. То есть как бы и пить, и есть нужно не просто как в сталкере в обычном, а именно вот из-за этого снижается выносливость сильно и так далее. Еще попьем. И еще попьем. И еще попьем. О, напились хорошо. Теперь нужно покушать еще. Давайте тушеночку сжарим сейчас. Сжарим, то есть подогреем тушеночку и скушим ее. Потому что я думаю, так она будет еще вкуснее. Давайте-ка займемся этим. Так. Подогреть консерву. Жарить сало у нас нет. Вот консервочки разогрели. У нас теперь горячие консервы, да? Разогретая консерва. О, хорошо. О, пошло. И еще одну. Ох, и еще хорошо. И теперь пить захотели. Ой, давайте попьем. И теперь идем наберем воды. Ну да, вот тут просто так вот зато не поспишь. Теперь нужно с собой еду иметь. Как бы. У нас, конечно, есть картошка, которая может испортиться. Я так понимаю. Если я долго ее жрать не буду. Случайным гостем забрел ко мне или как? Не, не случайным. Так, друзья, сейчас мы с вами отправляемся туда, куда нам нужно по двум заданиям, однако. Чего расскажешь хорошего? Пока ничего не расскажу хорошего, ибо хорошего пока ничего нет. Там у нас, давайте просто сходим к греху. Они нас моментально убьют, да? Давайте просто посмотрим, что они скажут мне на то, что я захочу пойти вы к пещеру. Поворачивай глобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. Ну, видимо, да. Что он написал? Потому что ближе будешь уничтожен. Валя отсюда по-хорошему. Ну, ладно, ладно. Пока я праве могу быть. То есть, пока я точно буду уничтожен. У меня нет брони, у меня есть только дробовик. Да и стрелять их не хочется. Это все-таки пусть полулюди, но все равно они как бы сами первые меня стрелять не начали, пока я близко не подошел бы. Поэтому я и в них стрелять не буду. Что-то я сегодня кашляю как сумасшедший. Уж простите меня за это, если кого-то это напрягает. Ух ты, е-мое. Благо, что из-за аномалии я выбегаю как сумасшедший. Мне это тоже нравится. Так. Вообще нравится, где есть тайники. Ну, в смысле, не такие тайники, которые самому нужно по заданию, по основному искать. Я имею в виду тайники, которые просто вот ты идешь-идешь, фигак нашел что-нибудь. Вот такие я имею в виду тайники. Потому что не подумайте, что я обожаю тайники, я не садом азахист, мне в солянке. Солянка показала, что любить тайники это такое занятие. Так. Кстати, ждем новую солянку, когда же она выйдет уже. Скорее бы она уже вышла. И после этого, я думаю, она у нас на канале, естественно, будет. Потому что, ну, как же можно без солянки-то? Вы что? Как вообще жить-то без солянки? Где второй туннель? Может быть, тут что лежит? Просто хочу поглядеть. Скорее всего, где-нибудь что-нибудь есть тут. Опа. А тут у нас... Ого, кодовый замок. Ничего себе. Он не взрывной. Если я сейчас проюзаю, его не взорвусь, давайте сохранимся. Потому что есть самки с и взрывчаткой. 1, 2, 3. Естественно, не 1, 2, 3. Жаль. Я думал, сейчас как введу 1, 2, 3, как открою тайник с кучей бабла или там гаусс-пушкой. Буду радостной такой ходить. А нет. Оказывается, гаусс-пушка не скоро у нас будет или что-то то, что там лежит. Фужик, подожди, я у тебя не посмотрел. Может быть, у тебя что есть? Нет, ничего. Только продать тебе могу всякую фигню. Давайте пистолет тебе продам. Нет, сначала не продам тебе пистолет. Сначала я его разрежу, потому что патроны нам пригодятся. И продам. 500 рублей за пистолет. Хорошо. Довольно-таки неплохо. Привет. Так, у нас сейчас будут снорки. Вот снорков убить будет гораздо сложнее с дробовика, потому что это все-таки подвижные, очень подвижные твари. Прыгучие твари. Включаем фонарик, берем дробовик. И ищем мухоморы здесь. Так, также мне нужно найти тайник. Ну, я думаю, он где-нибудь в самом танке находится. А вот Тушканов... А, Тушканов можно просто купить. Печально. Хотя, друзья, я думаю, это прекрасный момент закончить серию. Спасибо всем за внимание. С вами был Сенчетфул. Всем до встречи и пока.